вы знаете в новых домах очень часто в лифтах пахнет перегаром и потом мужиками вот таким мужицким строители по всей видимости как у вас дела шарен влог мы такие дундуки просто невероятного космического масштаба генеральные дундуки вообще короче памяти мы говорили что здесь нет ни ложек не вилок ничего не остального и мы прожили с этим чувством вот отсутствие всего этого целых целую целую всю поездку и только что алена звонит в контору чтобы узнать когда отдавать ключи и каким образом передача ключей мы уже будем выезжать отсюда завтра вот и так сказала экспрессии спросили же все ли порядке на говорит ну все в порядке вот только есть нам это 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 и сказала про вилки ложки все такое говорить не может быть должно быть вы значит не нашли такие как мы могли не найти вилки и ложки сейчас я буду проверять и видимо позвонил горничные горничная видимо там не за подсказала короче смотрим открываем это да ничего нет ничего женьки нет уж ничего и тут внимание вот эта панель открывается тоже твою блин как же так-то да тоже блин блин то есть чтобы понимали да вот у нас вот это запасы одноразовых вилок ложек которые мы покупали уже не первый раз и вот она вот это вот все тут с колбасой колбасой как бы не мог покушать значит вот этот ножик который вот от бабушки мы взяли этот ножик и значит смотрите он какой-то мы приехали начали им что-то колупаться и и алена говорит бабушка что то твой ножик как бы не режет но говорит конечно не режет дед тоже же деда нет живых уже не точит его сколько лет а дедушка умер в 2004 2004 нож не точили поэтому он не режет даже сало и мы уже такие блин надо было все-таки нож купить в магазине когда мы были еще не пожлобиться в супере но смотрите блин мне просто разрывает это все смотрите сколько ножей они причем еще и чистые новенькие и штопоры есть открывашка есть и маленькие есть даже ножницы блин вам нечего показывать как бы завал просто колбас но мы даже сало не могли нормально порезать не будьте нами не бойтесь задалбывать этих всяких людей вот с вопросами причем я обычно такой а нету ну ладно аленка обычно такая задалбывает их там чё такое почините нам это сделайте нам это типа такое-то и в этот раз вот именно в этот раз видимо они настолько были немилые изначально что как-то у нас так таки то нет фиг с ними короче не хочется к ним обращаться чтобы они тут очень спарили везли на мы будем сидеть дома и ждать вот мы пошли там купили оказалось все неудобно здесь неудобные пластиковые вот эти вот штуки самые такие какие-то отвратные продают они гнутся для кофе чая там хватит здорово как у вас дела шаленблок у нас последнее время вообще не получается ничего снимать мне часто спрашивают почему в украине в супермаркетах никого нет или почему там что-то или так-то или так-то мы сегодня были например в эпицентре в котором было столько народу что я просто даже забыл снять об этом просто был аншлаг но ребят сегодня воскресенье именно воскресенье обычно много людей но сейчас уже вечер все люди уже отдыхают сейчас 2104 мы в новусе можно сказать не в центре кое-где на таком типа на районе вот поэтому магазин полностью пустой мне удивляет что он не новый но он абсолютно выглядит как новенький очень круто просто вот вот я такие магазин это просто меня переполняет эмоции когда в них нахожусь то что стране с нашими израильскими это просто как не знаю небо и земля в центре таких магазинов уже почти нет ладно сейчас об этом чуть позже я хотел сказать о том что мне очень странно что со швабрами в украине любая швабра стоит какие-то безумные деньги самое дешевое 184 это приблизительно как 20 с лишним шекелей я считаю это недопустимо дорого для шварбры в украинских реалиях а вот эти вот эта фирма да вообще 500 500 как бы нормальных швабр даже уже не продают заговор вообще 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 чем дольше здесь тусуешься тем больше понимаешь что цены таки да цены таки да мы это сразу не замечаем только побыв здесь ой смотрите настоящие дрова продают крутяк и щепки даже только побыв здесь достаточно какое-то время ты начинаешь ощущать что цены в соотношении с тем сколько зарабатывают люди они какие-то немножко бывают но такие с типа ну как-то слишком короче говоря довольно дорого то есть даже в соотношении наших цен и зарплат и здешних цен зарплат то сожалению не в сторону украины все это ну не к сожалению ладно как бы для кого как да здесь с этим плане похуже но но есть всегда но у нас настолько мало товаров что они вообще практически все в одной ценовой категории да или с там дешевый есть дороже все здесь очень нужно смотреть потому что любой товар он есть от и пять раз выше пять раз выше будет цена на любое просто берете не за молоток берете есть такой а есть пять раз дороже вот все дела просто нужно везде выбирать где будет дешевле украинская оригинальная намного обычно дешевле это относится практически ко всему смотрите кешью разные виды хотя цена одинаковая а вот уже другая и другой кешью короче все здесь есть и вот такие есть до фисташки обычные наши но не наши как бы до 59 это дешевле чем у вас прикольно картошка морковка грязненькая прям земле и для этого сейчас выдают вот такие можно взять вот такие вот перчатки чтобы руками то не мазать эти пахнут это не пахнет черепать не буду хурма которая вяжет рот по 49 за кило 49 это 7 шмекелей я уже так наблатыкался с местными ценами что я уже пытаюсь не переводить шекели не всегда получается о как хорошо у нас тут смотрите замечательное же все так смотрите вон блин какое здание стоит красивое лена мне так и не сказала что это такое наверху там какой-то какой-то какая-то сфера наверху у них там планетарий наверное внизу смотрите какая беседочка то есть вот эти вот штуки уже говорил да что они предполагают там общественное пространство но вот с той стороны одно такое есть и в принципе люди его пользуют потому что гулять здесь больше негде интересное все такое я вчера покупал один фотоаппарат здесь поначалу ты заходишь в интернет и тебе кажется все отлично куча наличие везде все у нас нигде не достать ничего у них куча всего потом оказывается что в основном это все под заказ или же с доставкой из интернет магазинов то есть как это живешь здесь это нет проблем но ты можешь платить даже не по карточке ты просто заказываешь себе домой и тебе его привозят я просто каждый раз когда смотрю интернет магазин сразу пропускаю а потом на самом деле нужно помнить что здесь не нужно заказывать по карточке онлайн обязательно а можно его как бы сделать заказ там полностью все оформить записать свои данные и к тебе приедет курьер бывает даже что приезжает в тот же день заплатишь а там бывает что приезжает там через день скажем тоже в принципе очень удобно для людей которые этим пользуются и лучше знать эту систему и думал то я вот видел в этой сети зайду в мою мою кто знает довольно большая сеть как бы всякой такой там на технике такого разного вот зайду куплю причем я еще заходил в один магазин специализированный фотиков и там был и его крутил в руках и такой подумал ну ладно я еще подумаю ладно пойдем и вчера поехали специально на олимпийскую заехали все берем оказывается у них только витринный образец потом уже прозванивая сейчас разные магазины оказывается очень часто в одном магазине есть один экземпляр какого-то товара и он очень часто стоит на витрине я бы сказал что это лучшее состояние чем у нас на витрине потому что но действительно он там нет каких-то царапин каких-то чего-то куда-то вот но есть проблема в том что они не хотят делать скидку на товар с витриной вот поэтому это очень странно это все-таки уже распечатанный товар но они говорят не не нормально все нормально все забираем мы взяли ну я взяли аленка как-то думала что может быть не нужно я взяли вот и приезжаю домой я смотрю у него другой объектив то есть комплектация не то то есть когда он стоял на витрине кто-то ему махнул объектив я уже им звонил магаз на звонится невозможно попадаешь колл-центр колл-центр в магаз не переводят короче вот такие вот есть вещи я бы сказал все равно все работает в разы лучше чем у нас вот честно в разы несмотря на все но есть про как это сказать есть профаки всякие можно где-то попасться поэтому все равно нужно хорошо смотреть что вы берете где вы берете на каких условиях и так далее уже у нас 1142 побежали вот смотрите то о чем я говорю помидоры смотрите сколько видов и здесь видов 6 разных есть от 28 до 144 вот понимаете вот в этом вся разница вот в эту этот разброс цен как и разброс зарплат вот это непостижимо нам зато смотрите какие прилавки как все чистенько как все выложено смотрите просто вот вот вы посмотрите вот на это да это грязь вот она настолько маленькая что я даже не видно офигенно не грязно все на поддонах все в ящичках вот тут вот смотрим скажем так давайте не идеально но это намного 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 чище чем у нас кстати авокадо авокадо по 51 авокадо по 34 авокадо по 69 авокадо по 49 авокадо 149 авокадо 99 в пачечке как тебе такое биби не тоньяву дешевле 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 сейчас объясню что дешевле а пока показываю вам ничего сердце не щемит конечно же у нас только щемит вы там находите сейчас это ахла хумус израильский классический конечно он стоит здесь по 109 поэтому его никто не берет поэтому все нас просят привезти но ребята те кто из украины у вас вот смотрите нормальный хумус по 40 46 на докаж пробовать чтобы сказать слушай возьмем на пробу а теперь такое и винит они даже не знаете как вам такое кашетами значит еще раз насчет цен мы знаем что вы были недовольны тем по тем цен тем не ценами по которым мы покупали в мегамаркете вот нам просто мегамаркете сейчас покупать удобно вот поэтому мы ходим туда на районном ехать далеко ну да такси и все такое то есть мы сейчас тусуемся в том районе но мы понимаем что он дорогой я даже уже сейчас вот чувствую то что он реально там все дороже и когда мы оказываемся в подобном магазине на районе цены вообще начинают быть все приятнее и приятнее окей я помню выбор яиц в нашем шуфер соли теперь смотрим раз яйца это вот выбор перепели иных яиц кстати давно их не пил такие яйца такие яйца молод молодильные яйца супер макс ясен вид яйца курячий квочка яс это уже сказал где-то в органик xc яйца что у нас еще опять ясен свит другая упаковка есть органические куриные есть другое еще happy это видимо те которые курочки бегают на воле есть такая фирма яиц есть кучки на есть формула здоровья смачная экономия вы еще не устали надеюсь есть добрые курки есть еще какие-то яйца курячий написано есть c яйца это я уже говорил нет ну это уже другая упаковка короче вы видите да если есть повтор это просто другая упаковочка как в детстве сельдь но вы понимаете что это такое как говорит наш друг геннадий это это слишком вы смотрите это уже сразу это сразу уже яйцо это очень странно вот геннадий говорит что это не нужно это для нормального человека не нужно выбор такой это плохо он же растеряется придя сюда остричка нормандия с 31 от 69 3 дорогая да и это 49 большая да интересно что есть еще смотрите это это щучка это лос лосось ой какой он прикольный там вон сумки у нас дораду есть по 159 вон филешечка креветочки суши мы дораду помню смотрели было 210 в центре вот вот я снимал это было 210 я помню сейчас там 21 за 100 грамм было вот а тут 159 вот видите разница в цене до 210 159 большая разница карасик вообще стоит 56 57 есть плитка я даже не знаю что это стейк белого амура щупит уже нарезанная рыба толстолобик в конце получается что дорада украине стоит около 20 с лишним наших денег что очень странно 46 маленький но такой вот будет 57 57 то есть одна рыбка 1 дорадка получилось меньше чем на 10 денег наших вода бон аква вода ноу нейм вода и бон аква любая ноу нейм вода будет лучше чем это сраная бон аква вот чем скажу бон аква должна стыдиться то что она свою воду фокус наде фокусируется тебя закрою бон аква должна стыдиться что она использует прямо эту стеклянную бутылку под свою воду такая отвратная вода я вам скажу вообще капец видите фокусируется на ленкином глазе вот бон аква вместо глаза глаз бон аква знать что еще стасик мне подарил в честь дня рождения который уже давным давно прошел упала стасик мне подарил вот такую зубную щетку смотрите офигенчик я ее кстати рассматривал когда-то очень красивая упаковка это сяоми но в сотрудничестве как всегда с какой-то фирмой вот называется так открывать это как и apple очень сложно вообще упаковка похоже на apple блин как же и открыть то а вот так вот открывается то значит было вот это все упаковано вчера я это уже все достал сейчас покажу вам саму щетку смотрите произведение китайского искусства нет на самом деле тут даже оказывается ворсинки но это я уже обзоры посмотрел ворсинки делаются в америке вот внутри значит этот весь мотор делается в германии но собирается конечно же в китае смотрите отличненько она очень прикольная вот нужно еще скачать приложение у нас конечно как вы может быть знаете уже у нас есть своя такая щетка орлби но орлби это такое традиционная очень мне все время тянет на что-то интересненько новенькая стасик на огромное тебе спасибо вообще очень приятно что кто-то думает о тебе даже когда тебе нет здесь и вообще ребята всем спасибо кто нас тут видит встречает гуляет посмотрите мельком опа аленка пока ощущение реально меняются постепенно с каждым днем как-то вот что-то добавляется чуть руб является вот конечно же чем больше событий тем быстрее она все пролетает вот тем но а с другой стороны чем больше событий тем более насыщенным у тебя остаются плотными впечатления которое мозг распределяет как будто бы это долго про все происходит вот поэтому с какой-то стороны мы здесь долго с какой-то стороны мы здесь уже еще мало вот входишь постепенно в какой-то как это сказать ну я бы не сказал что мы входим какой-то ритм жизни киева потому что мы это нихрена не ритм жизни киева это время ритм жизни шареных которые приезжают на чуть-чуть в киев скажем так каждый раз мы в киеве устаем каждый раз нам хочется поспокойнее немножко хотя мне кажется наверно с каждым приездом у нас как-то все спокойнее и спокойно в этот раз не спокойно. Пока я, в принципе, доволен. А ты... Ах, конечно. Что, я тебя сопровождал в этот раз, по-моему, везде. О, кстати, кто там такой умный насчет перхоти вообще мне заявляет? Я не хочу отмазываться, но... Это Заровская. Вот, смотрите. Ладно, доказательства. Вот вы не верите, да? А я вас сейчас тыкну носом доказательства. Футболка-то в крапинку, мазафака. Вы видите, что это? Это крапинка. Это футболка. Дивид. По-моему, это Вэчендем. Это Вэчендем. Она такая в крапинку по всей этой. Просто, когда вы меня видите, представьте своими... Я потому что старый, поэтому пыль. Представьте себе, что вы меня видите по плечи. Вот в эту камеру, вот в эту линзу вы меня видите по плечи. То есть, можете ли вы свои фантазии додумать, что там внизу? Ну, если нет, тогда это ваши проблемы. Плюс ко всему, витрину украшают настоящими помидорами. И сало-нарезочка. Слушай, давно не ели сало. Хамон? Хамон 249. Офигеть. Это же надо. А что мы такой дорогой там брали? Там дешевле не было. Вот там говорили, что мы дорого все берем. Смотри. Смотри, он по 64 есть вообще. Ну, это молодой, видимо, слишком. Смотрите, выбор хамончика прям с ноги. Так это за 100 грамм, да? Да, за 100 грамм. Смотрите, вот, ноги хамона прям висят. Офигеть. Не нужно ехать в Испанию. Таких 8, 50 грамм еще. Вот видите, ребята, мы учимся. Мы дорогой хамончик уже не берем. Мы берем самый дешевый. А вот парашюта вообще по 50, 80, или по 70. Что-то мы не там живем. Вообще. С бухлишком, конечно, все непросто, потому что это огромные ряды во все стороны. Вот видите, все красиво, все хорошо. Выбор безумнейший просто. Просто безумнейший практически в каждом супермаркете. Шоколадка. Нет никакого особого смысла брать какую-нибудь Хеннесси, которая очень часто здесь стоит примерно как у нас, а бывает даже чуть-чуть дороже, как Хеннесси, как виски какой-нибудь, типа Джонни Уокера там, да, вот. Вот так я кидаю просто взгляд и смотрю. Вот. Поэтому нет никакого смысла. Вы берете просто какой-нибудь грузинский, украинский коньяк, как Таврия, как Шабо. Не дешевое, которое не самое дешевое, а вот чуть-чуть подороже, да. Но это будет сразу в несколько раз дешевле, чем все привезенное. Вы знаете, даже закарпатский коньяк, который я обычно пью со своим братом, он тоже хорош. Голова немножко на утро, но он хорош. Он реально хорош. Есть Таврия, Виес, Виесаупи, есть Коблева, есть Шабо тоже, кстати, многие его любят и хвалят. Шабо вообще куча есть разных видов. Есть Шустов, есть Десна. Кстати, Десна. Ух ты, может быть, Десну все-таки взять? Есть Бучач, есть, не берите только коньяк французский. Я как-то имел неосторожность привезти вот такой вот. Вот такой или такой, не помню. Редкая гадость. Я повелся на этикетку. Простите меня. И тут же презервативы, кстати. Все в тему. Кстати, побоялся брать, вот не знаю, мне нравится, в принципе, кальвадос прикарпатский грушевый и яблочный, но отзывы неоднозначные. Кто-нибудь, если из вас пробовал, напишите интересно. Просто не знаю. Я это сам соленый не выпью сейчас. Вечер хамона. Нет. Нет? Не хамона? Что у тебя торчит изо рта? Ничего. И мы смотрим фотографии умочки. Смотрите. Мы уже соскучились по этим жопкам вообще. Фух, у меня есть для вас видос, который я никак не выпущу, потому что потому, потому что я просто не могу добраться вот до этого компа. Повезу ли я ноутбук с собой в следующий раз? Наверное, нет. Я каждый раз, короче, парюсь вести ли ноутбук с собой, потому что я хочу выпускать влоги, но честно, ребята, просто на это физически нет времени. То есть, мы просыпаемся, пьем кофе, вот в этот момент у меня есть какое-то время, и потом все, мы выходим из дома, и мы возвращаемся, бросаем что-то, как бы сумки, одеваемся на вечер, выходим дальше, и все. И возвращаемся в 12, это сегодня, а обычно это еще позже, вот, и ложимся где-то, не знаю, ближе к трем, наверное, теперь. Субтитры сделал DimaTorzok